Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня вечером будет противостоять очень достойному сопернику. Ребятам, которые являются второй или третьей командой Польши. Ну, наверное, третьей все-таки, потому что Virtus.pro на первом месте пока что. Второй, наверное, нужно считать команду Vexit, которая попала на турнир в Клужнаппаке Major, так называемый. Который пройдет буквально через 5 дней уже, кстати, о птичках, друзья. И вот они, третий. Кстати, когда-то мы еще и четвертую команду Польши наблюдали. По-моему, тоже в рамках GoCL играли не в другой группе. Но, неважно. Сейчас Flipside против... Как же их читать хорошо? Launch, наверное, да? Как порекомендуете? Потому что CS... CSGL... Или CSGL, вроде как, удобно. У нас, кстати, сегодня стенд-ин в команде CSGL. Маузиньо играет за ребят. Даже скажу я вам, вместо кого... Он вместо Мичу играет сегодня вечером. Ну, вроде как пятница вечер просто. Поэтому... Кто-то отдыхает явно. В частности, Мич, наверное. Я бы тоже, в принципе, отдохнул, но не мог пропустить такой матч. Флепсайды играют в последнее время... Ну, как-то у меня редко. А я вот люблю как раз комментировать СНГ-шные команды в первую очередь. Ну, не знаю. Мне вот как-то нравится наблюдать, как играют люди, которых я знаю лично. Не знаю, как вам, но... По крайней мере, я больше в удовольствии получаю вот... Как раз-таки таких встреч, чем... Те же, например, в Exit бы сыграли CSGL и так далее. У нас вылетает, кстати, пятый игрок атаки. Вроде как должны были быть ножи. Но пока что их нету. Но надеемся, что совсем скоро ножи все-таки будут сыграны. Ребята решат стороны. Пока что хотелось бы вам рассказать про пик банкард на карте в этом матче. Флипсайды отказываются, как всегда, от карты ДАС-2. Кстати, они единственные отказываются от ДАС-2. Напоминаю, что Виртуз Про тоже любят вычеркивать именно ДАС-2. И, судя по всему, и Флипсайды, и Виртуз Про не будут играть как раз-таки ДАС-2. Самую популярную карту на чемпионате мира в Клужнапоке. Тем временем CSGL вычеркнули карту Д'Инферно. Считают у нее одной из сильнейших, видимо, у команды Флипсайды в первую очередь. Дальше, собственно, карту Дэкэш взяли поляки. Мираж взяли Флипсайды. Ну, а потом оставалось три карты. Кобблстоун решили убрать Флипсайды. Поляки убирают Оверпасс. И ребята играют на карте Дэтрейн. То есть, по сути, в самом конце у поляков был выбор между Оверпассом и картой Дэтрейн. И поляки решили вычеркнуть карту Оверпасс. Третий решающий Дэтрейн, напоминаю. Ну, а первая Кэш. Вторая Дэмираж. Кэш выбирали поляки. Мираж выбрали парня из команды Флипсайд. Поэтому сейчас Флипсайды, по сути, будут играть на пике, на карте своего оппонента. Но если победят, тогда шансов будет больше. Хотя, все это условно довольно-таки. Я Флипсайдов видел и на Кэше, и на Мираже. И там, и там они играют достойно. Поэтому, ну и поляки, собственно, тоже. В любом случае, если выбрали Кэш, значит Кэш играть умеют. Но Амираж, в принципе, играют все. Амираж это единственная карта в мире, которую никто никогда не чёркает. Хотя вот Нипы по жизни вычёркивали карту Дэмираж. И то, мне кажется, Нипы в последнее время всё-таки пытаются играть. Потому что, опять же, Мираж является самой, ну, по мне, хотя вроде как статистика говорит, что Dash 2 всё равно обгоняет Мираж. Но очень многие игроки знают, что такое Мираж, играют на матчмейкингах и так далее. Ну и мы ждём теперь, пока ребят напишут рэди, матч начнётся. Вроде как в защите будут играть флипсайды, атаковать ребята из Польши. Ну и с минуты на минуту или секунду на секунду всё должно вроде как начаться. Вы, как всегда, дорогие зрители, можете писать какие-нибудь интересные вопросы в чат. Время от времени я буду туда заглядывать и попытаюсь ответить на них. Но, опять же, старайтесь всё-таки действительно задавать интересные вопросы, а не одно и то же, одно и то же. Как-то так. Кстати, на канале Na'Vi совсем скоро, мне кажется, завтра появится небольшое интервью с Данилом Песленко, с Зевсом. Буквально минут, наверное, 15-20 назад я его записал. Мы с ним посидели, пообщались. Поэтому, опять же, подписывайтесь на YouTube-канал Na'Vi CSGO. Там будет довольно-таки интересно. Кстати, еду я вместе с командой, но я еду сам отдельно на турнир в Румынию, к Лужнапоку. И, опять же, для веб-портала Na'Vi, для YouTube-а Na'Vi буду делать какие-то интересные видеоматериалы. Поэтому, если, скажем так, хотите получить качественный, хороший репортаж, то выходите на веб-портал Na'Vi.gg. Если у Na'Vi не будет одного игрока, то будет ли Старик играть с заменой? Ну, вообще, скажем так, пока что в киберспорте, в Counter-Strike нету замен официальных. То есть, нету понятия шестого, седьмого игрока. Но, мне кажется, со временем оно будет. Ну, а если Na'Vi нужна будет замена, и никого, конечно же, не будет, то, естественно, Старикс попытается заменить. Но, насколько я знаю, Старикс не играет в Counter-Strike. Он уделяет много времени, опять же, тактикам, стратегиям, организации командной работы в команде Na'Vi. Но, при этом, он абсолютно не уделяет времени, там, тому же десматчу. То есть, он не тренирует абсолютно АИМ. И за, там, полгода времени его АИМ, конечно же, уже не такой хороший. Начинается пистолетный раунд. Довольно-таки быстрый выход от команды ССЖЛы на центр. Ранит душ от Блэйда. Удалось капитану команды Флипсайд отойти поглубже. Но, все-таки, догнали. Инасен забирает Блэйда. Ситуация 2 в 3. Задали мячком. Отлично работает Бондик и делает прекрасные два минуса. Это, по сути, самые важные минусы. Но, при этом, Шпера делает килл. Довкост погибает. Бондик остается один на один против своего оппонента. Чекает хелпу. И АИМит в голову. Браво, Бондик. Квадрокилл выручает команду Флипсайд. Просто великолепно сыграл этот человек. Опорника на точке А. Это очень тяжело. Его, естественно, там ждали. Но этот парень справился. Кстати, стоит отметить игру Бондика. Опять же, буквально на моих глазах он рос, скажем так. На протяжении 5-6 долгих лет, скажем так, развивается этот молодой парень. И, знаете ли, все-таки со временем он научился играть. Это отличный пример. Бондик отличный пример того игрока, у которого далеко не сразу все получилось. Далеко не сразу. То есть, есть хороший пример Симпла, у которого в плане индивидуальной игры все сразу получилось. Скажем так, год-полтора-два. И вот пример Бондика, у которого далеко все получилось не сразу. Но теперь он играет очень классно. И порой выручает команду Flipside Tactics. Погиб Довкост. Ситуация 5-4. Эко от команды Сио Джилы, но при этом они играют без арморов. Только купили пистолеты. Поэтому шансов вроде как у команды Flipside поболее. Но при этом Flipside уже лишились одного из своих тиммейтов. Маркелов из Расшеви попадает в хедшот, забирает Шпера. Тем временем перегруппироваются парни из команды Лаунжа на точку А. И попытаются за трактором, видимо, вычислить у нас игрока защиту. И тут тот самый Бондик делает всего лишь один минус. Бомба будет установлена и уж очень много денег получат поляки. Врывается Андрей Блэйд на план. Забрал Лурда. За данным планом оцеливает Оскара. И остается Инносент. Один против троих. У нас, кстати, два Оскара. В КС Голстане появилось. Один Оскар поляк, который играет сейчас за команду Лаунж у вас на экранах. И один Оскар тот, кто Хеллрейзер сыграет. И тоже... Кстати, очень давно носит этот ник. Даже не знаю, кто раньше появился. Поляк Оскар или Чех Оскар. 5К47 у команды Лаунжа. 2-0 против Flipside. Ну, я, в общем, буду называть их то командой Лаунжа, то есть сжилы, ну, как-то не очень, на самом-то деле, название хорошее, подходящее для быстрого комментирования, согласитесь сами. Почему Лаунжа? Потому что это официальная команда вашего любимого сайта, дорогие зрители. Сайта, где вы часто любите делать ставки. И сайт, из-за которого вы, собственно, и присутствуете здесь на стримах. Порой. Инносент отстреливает нас в World Editor. Ситуация 4 в 5. Бонди, к тем не менее, он с петушком чекает мейн, ну, и будет отбрасывать себе еще один смок. Вот он. Вот он хороший, вот он родной. Кстати, смок не самый точный. Замечает, видите, маньяк щель в этом смоке и попытается кого-то отстрелить. Пытается найти ноги. Никого у нас нету. 2 человека у команды Flipside занимаются А... Извините, мидлом. Собственно, вот он, Блейд забрал на сына Сента. 1 человек на точке А, 1 человек на точке Б. Ну, и в итоге сделали килл вдвоем. Блейд уходит. И теперь парни пассивно смотрят мидл и активничают на позициях. Довкост, в то время, на девятке. Готов откидывать флешки. Маркелов на пленте, в траншеи. Оп, его моментально ловит Шпер. Отличная стрельба. Бондинг, в то время, готов откидывать гранаты на точке А. Бомба лежит очень далеко возле центра. Ну, и при этом Б плент занят. Бомбу подбирают, естественно, террористы. Побежали через ангар, побежали на точку Б. Ну, и никто почему-то не стягивается. Собственно, World Edit, извините, Довкост. Почему я World Edit... Довкоста World Edit называю уже на протяжении минуты. Прошу прощения. World Edit погиб изначально. Довкост, естественно, на хелпе. И, ну, должны были понимать сейчас, флипсайды прекрасно, что раз Маркелова убили, вроде как на Б никого нету, террористы должны заходить. Но терпели дальше на своих позициях. В итоге террористы сгруппировались, пошли на ту самую А.Б. Поставили бомбу и без шансов. Нужно сейвить. Блэйд очень красный, уходят ребята на контрольский респаун. Собственно, Довкост и Блэйд, и Бондик все здесь будут сейвить. Кстати, именно на них пойдут, судя по всему, игроки атаки. И тут ключевой игрок Бондик. У него 100 хп плюс 590. Ну, и будут сейчас поливать своих оппонентов. Но сделать это будет все равно довольно-таки тяжело. Бондик спреет. Забирает одного, второго. Вот он все-таки петушок. Бондик. Отличная работа. Минус Оскар и Маузиню. Бондик стреляет дальше. На минус Довкост Бондик еще и находит третьего. Не самая лучшая позиция, согласитесь, выбора и только что игроки защиты. Все-таки могли уйти и не подальше. И на Аплент, и в двери куда-нибудь убежать. Но стали на контрольской базе. Хотя она находится довольно-таки близко к игрокам атаки. Близко к Пленту Б. 2-1 в пользу команды Флипсайд. Потеряли не все девайсы и играют с пистолетами П-250. Кстати, хотел бы я вам рассказать о неплохой акции от нашего партнера и GamingBets.com. Опять же, веб-сайт со ставками, которым вы часто тоже пользуетесь и без каких-либо акций делаете ставки. Но при этом есть очень приятный бонус. Дело в том, что делая теперь ставку на GamingBets, вы автоматически записываетесь в розыгрыш, в котором будет разыграно 12 суперских геймерских клавиатур. Профессиональных, там, все дела. И, соответственно, в конце второго сезона Гоуцеля будет проведен розыгрыш между всеми участниками. Поэтому сейчас, делая ставку в рамках GamingBets, вы, естественно, получаете деньги, если ваша ставка заезжает. Но если ставка не заезжает, вы все равно участвуете в розыгрыше клавиатур. Ну и, соответственно, чем больше вы ставок делаете, чем чаще ваш никнейм или логин попадает в таблицу. Ну а потом, среди всех этих участников, будет пройден розыгрыш. И, конечно же, тот, кто делает больше всех ставок, он имеет больше шансов, кто меньше-меньше. Но это уже стандартная система, с которой вы часто сталкиваетесь на тех же каких-то рулетках казино, где ставятся виртуальные скины. Ну что, счет 2-2. АВП у нас в World Edition. Фамас от Маркелова. МК Blade Bondic и МК от Davkost. Первый и второй арморы. И Марик с дефузами. Бондик откидывает флешку на затрактор, готов принимать мейн. Кстати, что это за... что это он кинул? Может, это не флешка была? Скорее всего, это Декой. Декой очень похож просто на флешку, визуально. Да, вот он, Декой прилетел на затрактор. Тем самым, Бондик... Ну, если бы, например, быстро решили террористы выходить через мейн, то, возможно, бы они как раз-таки смотрели затрактор, потому что оттуда стрельба. Постоянная в виде Декоя. World Edition забирает нас Маузиньо. World Edition сделал свой килл. Перетягивается на центр. Территория на Довкост. Под вентиляцией. Заметил Инессон, это играет с Мкой без глушителя. И это довольно-таки громкий девайс, но абсолютно не обратил Инессон внимания. В итоге погибает. Довкост делает свой килл. Правда, немножко просил. 50 хп остается. Марик откидывает гранат своему тиммейту. И Довкост все-таки уходит. Вот она флешка, которая должна была спасать, видимо, Довкоста, но он и без нее справился. Уже давненько ушел в Асфаяси. В итоге парни из команды Лаунжа остались втроем. Перетягиваются. Идут двери плюс мейн и будут атаковать так называемый А-плен. Ну а тут Бондик и Блейд. Очень опытные игроки. Связка, которой уже на самом-то деле около 6 лет, дорогие зрители, начинали эти двое в команде Терчнет, наверное, вместе играть. И вот до сих пор играют. Оскар забирает нас Блейда. Бондик один на заднем плейнте. В любом случае, рано или поздно нужно кого-то отстреливать и убивать. Подтягивается нас Маркелов. Бондик только делает свой килл. Марик жмет за дальний. Забирает Шперас. Это последний игрок за трактором. Бобу можно дефузить. Ну и тут, по-моему, без шансов для последнего. Потому что его окружили, знают его месторасположение. И Егор Маркелов заканчивает этот раунд. 3-2 в пользу команды Flipside. Еще один в защите. Синька, привет. Ты за красивый КС или душой за СНГ команду? Я всегда болею за быстрый матч. Когда комментирую. В первую очередь. Болею за быстрый матч. 2-0 по картам. 16-5, 16-6. И домой спать. Вот за что я всегда болею. В Олдедит играет с АВП. Ну, это когда комментирую. А когда смотрю матчи, то, конечно же, болею и за Flipside, возможно, и за Hellraiser, и за Na'Vi. Но не когда комментирую. А когда комментирую, я за то, чтобы не было пауз. Я за то, чтобы не было ДДОСа. Вот за это я болею. И чтобы игра, ну, даже если это не 16-5, 16-6, но чтобы она заканчивалась там за 40 минут. Потому что я очень люблю, когда я работаю комментатором, и матч затягивается. Наверное, вы, зрители, тоже этого не любите страшно. Потому что ты сидишь, тянешь эту резину, тянешь и не понимаешь. Бондик забирает на сына, Санта, ситуация 4-5. Хороший врыв под флешк, только что был произведен под плентом А. Ну и вроде как Flipside опять преимущественно. Прошлый раунд разыграли на ура. Посмотрим, как сейчас все сложится. Маузиня с АВП чекает у нас плент. Там идет подсадка, Блейд ослеп. Маузиня чекает верхние этажи. Блейд замечает своего оппонента. Хорошо, ситуация 5-3. Блейд начинает шить дальше, и минус маньяк. Хорошее индивидуальное действие от Блейда. Грамотная позиция. Он, скажем так, использовал вражеские смоки себе во влага. Ну, во благо. Вы все услышали, конечно же, слово благо. 4-2 в пользу команды Flipside. Так, у команды CSG. Оскар решил сыграть по 250-м. Там шпары по 250-й. Ну, в целом, конечно же, ребята делают практически полное эко. Играют без арморов. Есть смок от Инус. Это флешка у маньяка. И ребята будут заходить, видимо, на плент под небольшое количество гранат. Три дверь. Два мейн. Вот он смок. Вот она флешка. Ну, а там, как всегда, маньяк. Точнее, тоже такой маньяк. А Бонзя. Можно его так назвать. Это Бондик. Он готов. Забирает одного. Второго. Блейд, собственно, тоже подключился к тактарам. И последний игрок. Атаки. Повезло. Все-таки Бондику. 16 хп у него остается. Выживает. Так бы все-таки погибал. И терял бы, естественно, 5000 долларов. Может быть, 6. Если ты гранат и армор и девайс и так далее. Но это, естественно, не то, что нужно команде Flipside сейчас. Им обязательно нужно закрепляться, что называется. Набивать себе экономику. И вот если все-таки отдадут один раунд или два рауна, все равно будет бай. Но это, наверное, самое важное за контров. Когда ты начинаешь все-таки, скажем так, отферивать своего оппонента. Забрать раунды. Потому что, естественно, команде Лаунжа тяжело. Ой-ой-ой. WorldD.D. Делает минус 3 на центре. Причем он не промахнулся ни разу. Одного, второго, третьего уложил. Отличная работа от снайпера команды Flipside. Который, опять же, в последнее время очень часто стал включаться подобным образом. Вот в тех матчах, которые я комментировал. Помните эти сумасшедшие хедшоты против Дигнитас на карте The Inferno? Когда из ямы он повесил в смог 2 хода и 3. Ну, точнее, первый. Без смока и потом 2 смока. Как-то так. Ну, и в итоге, ребята, в 2 в 5. Ну, а почему экономика важна? Потому что террористам тяжело брать раунды. Но если они возьмут, скажем так, один. И у тебя слабые деньги, да? Слабая экономика. Так, да, ты в защите. Вынужден сразу же делать тебя ка. WorldEdit готовится сделать эйс. И Blade этого не дал. Компитан команды забрал эйс. Ай-яй-яй. Квадрокилл от WorldEdit. Отличная работа. Ну, и, собственно, условно говоря, лаунж сейчас, да, делает эко. Флипсайды берут 7. У флипсайдов уже сумасшедшая экономика. Дальше у лаунжов, там, калаши, к примеру, будут. Они возьмут этот третий раунд. Но, судя по игре, этот раунд им дастся довольно-таки тяжело. Потому что у команды флипсайд неплохой дефанс. И в итоге флипсайды кого-то убьют, отдадут раунд. Третий. Опять же, поляки сделают бай. И опять же, раунд флипсайды возьмут. Все равно. И, соответственно, у одних будет по экономике все круто дальше. А у других проседание. Поэтому, когда у тебя 10-15 тысяч, ты можешь постоянно делать бай. Ты можешь постоянно отстреливать террористов. И террористов каждый раунд. Вот этот вот, там, сейчас 9-й, точнее, сейчас 10-й уже играется. Потом 12-й будет бай и так далее. Он будет, ну, крайне тяжел, да, вот так, для взятия. То есть тяжело будет взять раунд. Вот сейчас, по сути, ребята из команды лаунж должны, ну, какие-то нечеловеческие усилия прикладывать. Потому что в команде флипсайд есть абсолютно весь набор гранат, коктейли молотовые, естественно, флешки. Бондик начинает действовать агрессивно, заходит на центр, расселивает маньяка. Уходит назад. Тут же по иму подключаются. И, по сути, сейчас игра уже идет под биттовку команды флипсайд. И ребятам из команды лаунжа, опять же, нужно очень серьезно подзадуматься. И, возможно, вот как раз-таки та ситуация, где нужно брать так называемый тайм-аут тактический. То есть ставить паузу, общаться и просто понимать, каким образом ты должен брать, ну, уже, наверное, 3 раунда подряд. Потому что здесь по 16 тысяч есть люди. То есть WorldEdit дропает, берет AWP, дропает, давкос дропает, все дропают. Поэтому нужно тайм-аут. Я не знаю, почему они его до сих пор не берут. Потому что сейчас именно то время, когда тебе нужно думать над тем, как тащить. Синька, если бы Марик не ушел из нави, он был бы в топовой команде мира. Ну, если бы ДКБ выросли во рту грибы, откуда ж я могу знать? Ну, опять же, я уже часто отвечал на этот вопрос. Естественно, в будущее смотреть могут не все. Далеко не все. И играли мы неплохо, скажем так. Да, были взлеты, были падения. Но когда Марик ушел с Эдвардом из КС, мы, командой нави, были, возможно, там, на пятом месте, как сейчас. Сейчас, конечно, нави играют получше. Сейчас конкуренция возросла. Тогда конкуренция была ниже. Ну, условно говоря, вроде как, кто-то мы могли. И мне кажется, что тогда Маркелов с Эдвардом допустили ошибку. До которой, в принципе, теперь Маркелов уже два года расплачивается тем, что не может добыть чемпионство мирового. Да и результаты у его команд значительно хуже, чем у команды нави той же. То есть, по сути, где нави и где Егор Маркелов после того случая, когда он все-таки решил уйти в другой коллектив. Но пока что, пока что все в любом случае неплохо. Ребята развиваются в команде FlipSide. Поэтому, может быть, со временем и у этих парней все получится. Шпера забирает у нас Бондика. Блейд остается один. Четыре. Это восемь. Три. Двадцать секунд паузу просят нас Инессант. Вряд ли это что-то тактическое. Тактическое. Тим Спик меняют. Видимо, что-то не так серое. Кстати, я заметил, что часто у нас та или иная профессиональная команда меняет во время матча Тим Спик. Может, кто-то залетает, находит их там и так далее. Мы никогда не были топ-5 CSGO, не считая сейчас. Лол. Но у меня есть другая информация. Не буду, конечно, спорить по этому поводу. Скажем так. Но бытует мнение, что были. Просто нужно поднимать историю. Мы занимали тем летом, когда ушел Маркелов с Эдвардом из команды. Второе место на Старладере. Причем проиграли Нипам. Команде, которая тогда мокрого места не оставляла. Еще там 3-2. Причем на последней карте у нас были очень хорошие шансы победить. А развалились мы когда взяли второе место в Чехии. Причем очень уверенно зашли до финала. А в финале проиграли Миксу. Из Таза, Апекса, Кенеса, по-моему. То есть из тех людей, которые сейчас являются тоже очень хорошими игроками. Поэтому. У нас тогда не было стабильности. То есть сейчас нет стабильности. Тогда ее не было. Тогда ее не было. Но не забывайте, что мы тогда только начинали играть в эту игру. И она для нас была совсем новенькой. Отличный прием от команды Flipside Tactics на центре. Ладно, ребят. Вы меня уводите куда-то. Извините. Извините. Читаю рандомные вопросы. Иногда натыкаюсь на те, над которыми можно рассуждать долго и нутно. Прошу прощения. 9-3. Ребята с командой Flipside Tactics принимают своих соперников на центре. И вот она так. Кстати, ситуация, о которой я рассказывал минут 5 назад. То есть, когда ты берешь один, а у соперника по деньгам все супер. И, соответственно, теперь два калаша, теки, деглы. Судя по всему, у Flipside в десятый. Потом одиннадцатый. И напоследок все равно денег будет очень мало. Поэтому Flipside сейчас могут отдалеть своих соперников. В первой половине легко и просто. С счетом 12-3 нужно просто не ошибаться. Нужно играть вместе. Прикрывать друг друга и так далее. Инноцент забирает нас Бондика. Блейд начинает сшить двери. Чекает позицию, забирает Инноцента. Идет дальше. За трактором у нас никого нету. Блейд, тем не менее, вдалеке за ящиком. И начинает накидывать флешку на мейн. Ситуация 3-4. Выход пойдет на Блейда, судя по всему. Но при этом есть игрок один под Б. Я так понимаю, готовят, ну, некий фейк. Когда один под Б должен сделать килл. И тогда Блейд может быть сместится. Хотя Блейд, мне кажется, только что в мейне заметил оппонента. А может быть и нет. Но вроде как к Блейду стягиваются, да. И при этом перетягивается тот, который должен фейковать. В итоге выход будет на Аплент. И за А отвечает, по сути, 3 человека. Но тут только какая-то суперская стрельба. Может спасти команду Сиэс Глы. Но при этом WorldDate уже свой пачекает мейн. Блейд прячется за дальним ящиком. Сзади Блейда идет игрок. Но я просто не понимаю, что сейчас делал капитан команды Flipside Tactics. Ну, явно в левом ухе у него должен был быть оппонент. Почему-то он абсолютно на это не отреагировал. И погиб. Блейдет как Эльмотова. И Ферра принимает абсолютно много дэмэджа. Здесь 3 в пользу команды Flipside Tactics. И у команды Лаунжа нет денег. Но они все равно покупают почему-то. Первый и второй арморы. Калаши опять тег. То есть не в прошлом. Это уже фейлы с закупкой. Может быть фейлы связаны с TeamSpeak. Может быть не все игроки перешли в TeamSpeak. В итоге у нас опять 3 калаша, 2 тега. То есть тут какой-то непонятный бай будет на протяжении двух раундов. Но в следующем раунде у нас опять не будет денег. Теперь уже у всех. И в следующем раунде все будет плохо. Быстро решили сыграть. У нас парни из команды Лаунжа. Собственно это тот вариант для чего Бонди кидает нас с гранату декой за трактор. И по-моему интересно сейчас он его кидал или не кидал. Но мне кажется за трактор много людей. Как раз смотрела Волдит. Приходит на помощь. Это 11-3 в пользу команды Flipside Tactics. Денег у команды Лаунжа напоследок нету. И это полный провал за атаку на своей карте. Опять же они пикнули карту декэш. Но это говорит о том, что команда Flipside Tactics пока что хорошо готовится все-таки к мейджору. И в этот раз ребята собираются ну как минимум наверное попадать в серию плей-офф. Ну и можно только за них порадоваться. Если они все-таки попадут в плей-офф на DreamHack. Потому что до этого момента они по-моему не заходили. Ну настолько так для себя далеко. То есть для них плей-офф это далеко. Хотя были близки согласитесь в Кельне. Когда на допах по-моему каких-то там на карте Cobble Stone проиграли. Мне кажется, Льюминосити. Да? Если я все правильно помню. Уолдидид подходит на коннектор. Ситуация 3 в 5. Уолдидид выходит. Забирает нас Маузиньо. Мауз тем временем забрал Бонтика. Ну а бомба лежит возле ангара на центре. Террорист халдят. Стараются. Но что стараться, если 2 в 4? Довко в страншеи. Готов откидывать гранат на мейн. Ну и все прекрасно. Вроде как флипсайды понимают. Уолдид разворачивается. Забирает Шперра. Уолдидид интересно его статистику вообще посмотреть. По попаданиям с ВВП после этого матча. Потому что, как я его не включу, по-моему, может быть несколько промахов за всю первую половину. В основном, если он кого-то видит, он моментально убивает. Отличная работа от снайпера команды флипсайтактикс. Кстати, когда-то мы сухо комментировали какой-то матч. И вот мы рассуждали в плане том, что, мол, что должен сделать, например, тот же Волдидид, чтобы вдруг научиться стрелять так же круто, как снайпер в команде, например, Титан. Извините, я имею в виду Кенниса. Ну, и даже Титан, условно говоря, Смитс. То есть, в любом случае, флипсайд, если претендовать хотят вот этим составом когда-то на мировое господство, то, по сути, каждый игрок, это и Волдидид, естественно, и Довкост, и Бондик, они должны играть так же круто, как Дживи и так далее. Вот эти ребята. Поэтому нужно расти, расти абсолютно всем. Просит у нас Иносен при этом. Ребят, давайте будем без пауз сегодня, потому что, мол, бурная ночка. Вечер пятницы, естественно. Но зачем тогда проводить матч вечер пятницы, если ты думаешь не об игре, о макаке с красным задом, как любила говорить моя мама. Ну, тут схожий пример. То есть, зачем играть пятницу вечером, если ты думаешь о каком-то ночном клубе, где ты планируешь подрезать подружек. Как-то так. Но почему-то решили сыграть именно сегодня. Ребят с команды флипсайд. Подошли у нас под мейн. Начинается раскидка. Бондик чекает близлежащие позиции. На ящике у нас никого нету. Но начинается выход в смоках у нас есть игрок защиты. И разваливают Маузиньо, маньяк, абсолютно всех. Ситуация 3-5. По хп все плохо у команды Лаунжа. Инносент делает один килл. Прилетает очень много дэмэджа по шперу. Он погибает. Погибает также Инносент. Но остается последний Оскар против четверых игроков команды флипсайд. Бомба, естественно, со временем взорвется. Но Оскар сейвит свой первый армор. 13-3, дорогие зрители. Покупает у нас Давко 100К47. Бондик тоже. МП-шка от Блейда. Галилу Маркелова. New World Edit делает эко, чтобы потом купить снайперскую винтовку. Но при этом остается почему-то с... По 2000, я так понимаю. Дело в том, что не самый лучший девайс против вторых арморов. Тут игроки должны, естественно, делиться с им тиммейтом. Но... Ну, Блейд, наверное, мог не купить какую-то гранату и дать человеку... по 250-й. Ну, хотя бы по 250-й, потому что, согласитесь, по 2000-й против вторых арморов это, по сути, ну, не оружие. Блейд на центре. Погибает. Бондик Блейд. Ошибка от команды флипсайд-тактикс. Решили пойти на центр вдвоем. В итоге один умер, потом второй умер. Ну и по одному. Что называется, смерти. Инносенс, АК-47-м, чекает центр. Пытается перестать ангар. У него это получилось. Марик погибает. И вот он, World Edit, со своим пистолетом, который, ну, как бы вообще... Не приши к кобыле хвост. Ну, кстати, он, наверное, больше всего дэмоши в итоге с ним сделал. С по 2000-м-то. Маньяк просел, давкост выходит на размен, забрал Инносента. Подбирает давкост бомбу. Но раунд взять будет крайне тяжело. Поэтому флипсайды не сумели, видимо, затащить этот раунд. Маньяк находит на центре давкоста. Это 13-4. И флипсайдом нужно делать эко. Но, может быть, сделать эко-бай. Зафорсит. У World Edit 3700. Вот, но все-таки, наверное, лучше делать эко. У World Edit тогда в следующем раунде деньги будут. Но, с другой стороны, у парней все равно будут Галилы максимум. Поэтому они принимают решение сыграть с деглами, с пдс-бесятым. А World Edit берет АК 47-ой и попытается его реализовать. Но давайте посмотрим за World Edit. И его оружием. А где Симпл? Симпл, дорогие друзья, уже давно не играет за команду Flipside Tactics. Играл он за команду Hellraiser. Но буквально вчера была новость на международных сайтах, что он покидает эту команду. И пока что не будет на кого играть. Кстати, блог у меня будет, видеоблог у меня на YouTube-канале. Завтра попытаюсь его заснять. Есть у меня некая информация. Нужно еще собрать несколько фактов. И можно будет выкладывать. World Edit забирает нас маньяка. Ситуация 5 в 3. Неплохо. Вышел на мейн и показал крутую индивидуальную игру. Но, опять же, прежде всего, опять же, лаунжи почему-то стали стреляться. Непонятно, зачем, скажем так, одного вычислил, второго вычислил. Хорошо. На B-план перетягиваются нас флипсайды. А тут засада из двух игроков. Пытаются отсрить человека под вентиляцию. У них получилось. Остается у нас Оскар. Один на точке B. Ну и все. B открыто. Инносен теперь. Один против четырех. Идет СК на верхний этаж. Нет, думает. Думает, куда идти. На девятку. Можно вроде как пройти. На халпе лежит смог. Бомба. Устанавливается. И шансов, естественно, у команды. Лаунж в этом раунде почти нет. Все зависит от Инносента. Но на самом-то деле это уже тоже не зависит. Потому что он один против четырех. И до кузов нет. Погибает от Блэйда. 14-4. Ребята с командой Флипсайд Тактикс принимают интересное решение. Они купили один нога и пистолеты. И в итоге убили своих соперников. Ну и теперь очередной форсбай, конечно же, от команды Лаунж. Вот такой вот у нас размен происходит во второй половине. Симпл забанен. Симпл забанен. Зачем они поменяли название с Лаунж.GG на CSGL? Ну потому что CSGOLaunch. А поменяли, может быть, потому что в рамках ESSE нельзя играть под ником Лаунж.GG под рекламой спонсора. Чисто. Может быть, поэтому. Потому что... Ну вообще ESSE когда-то давно, скажем так, поссорилась с Лаунжем. И как только Лаунж взял какую-то команду, они специально ввели запрет на то, чтобы в их лигах участвовали команды с названиями. И это, скажем так, можно отнести к рубрике совпадения, не думаю. Но на самом деле совпадений никакого нету. Они действительно это ввели только потому, что у Лаунжа появилась своя команда, которая, скажем так, рекламирует. Вебсайт Маузиньо. Какая хорошая работа с 5-7. Забирает Блейда и Бондика. Играет за трактором. Но с двух сторон его окружили. Пытается вычтать капитана... Команды. Уорлдедит. Извините, Блейда и Бондика. Уорлдедита и Довкоста. Что несет комментатор? Довкост. Один на один. И Маузиньо. Красный берет этот раунд. 14-5. Ну, два минуса я могу еще понять сумасшедших. Но почему потом один в два ребята не сумели окружить последнего игрока защиты и уже заканчивать это противостояние, я не знаю. Просто жесть. Отличная работа от Маузиньо. 14-5 пользу команды Флипсайд Тактикс. П-250 и Диглы у нас у команды ФС. И парни попытаются реализовать эти пистолеты. Но в целом, я так понимаю, эко-раунд. Да. По 2000. Кстати, присутствует ли Джонта на этой игре? Да, присутствует Джонта. Тренер команды Флипсайд Тактикс готовит. Ребят, напоминаю, что на YouTube-канале Шторм Студии отмотайте куда-то там уже довольно-таки вниз. Есть интервью с Джонтой. Я-Ухо. Общаемся как раз-таки с тренером команды Флипсайд Тактикс. Дион рассказывает о своей деятельности. Очень многие задают мне вопрос, что делает тренер в команде. Периодически. Вот, собственно, просмотрите это интервью, и вы поймёте, что делает тренер в команде и вообще, как развиваются дела у Флипсайдов. Татция 3 в 3, кстати. Флипсайды с пистолетами без армора опять готовят за этот раунд. Отличная работа. У Оскара и Маузини остаются против Ворлдидита и Бондика. Бомба на ангаре. Один человек у команды Лаунж на точке А, один человек на точке Б. И с одной стороны, это хороший вариант, чтобы обороняться, да? Но с другой стороны, если Флипсайд грамотно зайдут и хотя бы подразмен зайдут, то есть, условно говоря, Маузини, если сделает один килл и погибнет, то бомба будет установлена и потом считаться один на один. Маузини чекает коннектор, забирает Ворлдидита, слышит оппонента, ставит у нас Бонди к бомбе просто на заднем. Маузини пушит, спрейт. Ну, по-моему, у Бондика здесь шансов немного. Маузини в очередной раз вручает свой коллектив. 14-6 в пользу команды Флипсайд Тактикс. Ребята из Польши берут еще один раунд. Напоминаю, дорогие зрители, что партнерами трансляции являются SteelSeries, Twitch, G2A, EGB и, естественно, CSGO Lounge, чью команду мы как раз-таки сейчас и наблюдаем за сильную сторону в защите. Ну, а также хочу сказать, что не забывайте, матч состоит из трех карт. Это best of three, так называемые. Первая карта The Cash, вторая Mirage и третья, если понадобится, The Train. Карту The Cash выбирали как раз-таки лаунжи. Волдедит вычисляет у нас Инносинту за пристройкой. Тем временем Блейд не ожидал за ящиком увидеть Шперра, накидывал гранаты на точки БФ и ковал, но дал инфу, что на Б как минимум два оппонента. Прилетает Смок. Случайным образом игрок защиты попадает в своего тиммейта. Смоком отнимает у него немножко ХП, но там совсем чуть-чуть. У Шперра 99. Ой-ой-ой, какая опасная ХЕ-шка под Волдедита. Вычисляют нас Лурда на тракторе. Ну и Бондик заходит в спину к Маузине. Тем временем Бондик пушит дальше хелпу. Там у нас Оскар чекает за машинкой. Ситуация 2 на 2. Бондик готов оцеливать своего соперника. Демка лагает. И Бондик оцеливает двоих. Оскар и Шперра. Ну, Гаутишка лагает Демка. Прошу прощения. Пять окон 47 у команды Flipside Tactics. Фамас от маньяка, пистолеты у команды Лаунж. Ну и судя по всему, флипсайды должны все-таки забирать победу на кэше и плавно перекатывать своих соперников на карту Демираж. Ну а Демираж, вроде как вы играли они, должно быть легче. Но я уже говорил, что Мираж это одна из самых популярных карт. Играть ее имеют все. Поэтому, если честно, легче там не будет. И мне кажется, поляки на том же Мираже могут взять больше раундов или даже победить. Но посмотрим, пока мы об этом не знаем. Потому что, как я уже говорил, далеко не все могут смотреть в будущее. Бондик играет сакам, начинает нашивать мидл. Лежит пока что у нас смок. Контроль карта от команды Flipside Tactics. Но, с другой стороны, видите, Бондик сам действует на центре. Там, может быть, на подсадке кто-то есть. Хотя нет, никого нету. Бондик перемещается. Ну, такие, скажем так, индивидуальные файлы присутствуют у команды Flipside Tactics. Но можно их списать на то, что все-таки уже плохие девайсы защиты. Остар. Я шерфишу, шот забирают Бондика. Врыв. Подсмок. Минус один, минус два. Ну и все. Два в четыре. Бондик на центре. Чекает спину. Чекает мидл. Там у нас никого нету. Все действуют через хелпу и девятку. Но при этом закидывают смоками. И отрезают своих оппонентов парни с командой Flipside Tactics. Давко забирает нас маньяка. Бондик тем временем действует под точкой Б. И забирает Маузинья. 16-6. Отличная работа от команды Flipside на вражеской карте. Следующая карта совсем скоро. Не переключайтесь. Должно быть интересно. Субтитры добавил DimaTorzok